Ну вот, это сегодняшний обед. Пара бананов и горсть орехов. Вот и все меню на сутки. День поста второй. Год одиннадцатый. Начиная с 2005-го, когда Наталья Батриева приняла крещение, она на 40 дней ежегодно сознательно отказывается от мяса, молока, яиц и рыбы. И женщина точно знает, изменения только рациона питания недостаточно, чтобы отдать в эти дни дань православным традициям. В этот период я стараюсь, скажем так, меньше ругаться, меньше раздражаться по каким-то бытовым моментам. У меня двое детей, которые все равно дают повод для каких-то эмоций негативных. Как правило, вот в эти дни пытаюсь найти тишину и покой внутри себя и создать ее вокруг себя. Воздержание не только от животной пищи, но и от дурных мыслей. Вот чего требует от верующего Великий Пост. Быть терпеливым и снисходительным, отпускать обиды. Именно такое поведение готовит православных к празднованию Пасхи. Это традиция памяти Христе, который таким образом 40 дней провел в пустыне. Тем самым он показывает нам пример, что необходимо делать, когда у нас какое-то серьезное мероприятие. В пустыне он не только воздерживался от пищи, но и элементарно от разговоров с окружающими. Он находился в уединении, в молитве и в борьбе со своими какими-то человеческими, с какой-то человеческой природой. Сегодня большинство постящихся в эти 40 дней борются не с человеческой природой, а с лишними калориями. А Великий Пост из христианского воздержания превращается в модную диету. Ну а спрос рождает предложение. Так что соблюдать пост скоро можно будет не только на земле, но и в небесах. Так недавно парламентарий Виталий Милонов предложил обязать авиаперевозчиков подавать пассажирам особые блюда во время поста. Оценят ли эту инициативу правительству пока непонятно, а вот бизнес с таким здоровым энтузиазмом населения уже давно пользуется с успехом. В последние годы пост для многих стал данью не православным традициям, а моде. Уже на следующий день после масляницы практически во всех кафе города появляются специальные постные меню. Яркие и заманчивые блюда быстро вытесняют привычный бизнес-ланч почти на 7 недель. И многие гости с удовольствием постятся во время обеда без предварительной подготовки и тем более без согласования с духовным отцом. Заменить чечевичную похлебку ярким тыквенным крем-супом, салат из капусты, миксом рукколы и авокадо. Грех не податься такому маркетинговому ходу. К тому же пища не только постная, но и полезная. А значит и фигуре не навредишь, и в тренде останешься православным. Да, мы это скорее всего рассматриваем как диета. Вот знаете, не знаю даже, видимо время пришло уже, а душе начинает думать, не только о теле. Лишним не будет. Руководствуясь именно таким принципом, многие делают выбор в пользу растительной пищи. В ловушку разнообразного и выгодного меню легко попадаются и те, кто вовсе не планировал придерживаться строгих правил Великого поста. Даже если люди, которые не сидят на посту, очень много сейчас следят за здоровым питанием и считается, что пост это что-то ближе к здоровому образу жизни, к правильному. И поэтому даже те, кто не сидят на посту, все равно хотят пробовать именно здоровую пищу. Это все как раз то, что без мяса. Кстати, много викторианцев, поэтому об этом тоже мы не забываем. Конечно, ничего плохого в постной моде нет. Диетологи убеждены, организму необходим отдых от тяжелой мясной пищи. К тому же в 40 дней Великого поста человек, правильно питаясь, получает большое количество пищевых волокон, которые связывают токсины и выводят шлаки. Главное – заранее подготовиться к строгому режиму питания и не бросаться в омут с головой. Это чревато возникновением рецидива заболеваний, обострения, особенно заболеваний желудочно-кишечного тракта. Поэтому пост противопоказан людям с заболеванием желудочно-желудочного тракта. То есть это гастриты, холециститы, также с ишемической болезнью сердца, с серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями. И также не рекомендуется поститься детям, беременным и кормящим женщинам. В целом диетологи сходятся во мнении, пост – неплохой повод, чтобы излечить, если не душу, то хотя бы желудок. Главное – помнить, что это не диета, и подходить к посту нужно системно и грамотно, чтобы не встречать светлую Пасху в больничной палате. Юлия Мелехова, Дмитрий Шилов. Новости моего города.